Вот мой дедушка, первая фотография Гореев Иван Евлампевич. Это китель моего дедушки. Все, что вы видите на нем, все медали, все награды, это все настоящее. Дедушка Ольги Гореевой прослужил в милиции более 40 лет. И теперь старший следователь следственного управления продолжает его дело. И дело отца Евгения Ивановича Гореева, отдавшего службе в ОВД три десятка лет. Я смотрела на папу, мне это нравилось. Я смотрела, какой он красивый в форме уходит на работу. Я понимала, что работа, конечно, сложная, опасная. Я всегда говорила, что я пойду, я попробую. То есть, а там уже как пойдет. Но, видимо, идет все хорошо. Осознанным был и выбор профессии старшей сестры Ольги. Расскажите, при каких обстоятельствах вы совершили преступление? Наталья Горюнова в органы внутренних дел пришла более 17 лет назад. Сейчас подполковник юстиции возглавляет отдел в следственном управлении. Очаровательные блондинки ломают стереотипы о том, что бороться с преступностью у дел сильного пола. И даже в умении обращаться с огнестрельным оружием дадут фору коллегам-мужчинам. Из-за достижений можно отметить, что в Центре профессиональной подготовки по огневой стрельбе на одних из соревнований заняла первое место. Жизнь следователя сильно отличается от того, как ее представляют в фильмах и сериалах. Много бумажной и кабинетной работы, но немало и запоминающихся моментов. Например, дела с общими фигурантами. Сначала я расследовала, его лишали свободы, отбыл срок своего наказания, потом какое-то время был на свободе, и впоследствии опять попался, и уже его следователем была не я, а моя сестра. И она его также заключила под стражу и направила в суд. За их плечами сотни раскрытых дел, и в череде суровых будней нечасто выдаются свободные минуты поболтать о пустяках. Общий стаж службы в полиции династии Гореевых-Горюновых уже насчитывает 95 лет. И продолжение следует.